Итак, пробки, буксующие машины и сотни аварий. Первый серьезный снегопад в Нижнем Новгороде. По данным портала Яндекс, город стоит полностью. Пробки в 10 баллов. Неожиданный снег, это конечно плохо, но зато красиво. Мы вот все радовались, короче, в классе, все бегали. Радуемся наступлением зимы. Так снегово радовало очень. Что-то получилось. Пройтись. Вообще прикольно уже. Да. Сегодня в деревне будем снегу и кофе лепить. В прошлом году снег наружу в ноябре, что ли? Ну, покров обычно ложится. 14 октября. Ну, опоздал. Сегодня 17-е. Замечательно. Радуемся первому снегу. Ребенок спит на свежем воздухе. Дома ни в какую не хотела укладываться. Только вышли, глотнул свежего воздуха, тут же спит. А что еще надо? Я очень не ожидала, что будет снег. Сегодня с утра я очень неожиданно решила надеть пуховик, и поэтому мне прекрасно. Вода просто, воздух, все чистенько. Снежок, по-моему, отлично. Листья даже еще, видите, не совсем улетели. И тут снег. Вот я уже приготовить приготовила, а переобудоваться не успела. Мы вообще ехали с Навашино. У нас там теплее. И у нас снега нет. Ни крупы, ни снега. А сюда стали подъезжать к Нижнему. Здесь уже и крупа пошла, и снег. Вот сейчас поедем. Не знаю, как потихонечку. Между тем, внезапно наступившая зима обернулась жаркой порой для работников шиномонтажей. Там выстроились огромные очереди. Вот, шестерка подъехала. Везде вот такая очередь. Я, наверное, поеду домой, потому что тут я не знаю, сколько можно ждать. Ну, часа два, наверное, стою. И сама виновата могла... У меня была неделя, в принципе, можно было и поменять машину. То есть дождались, как всегда, до снега. Ажиотаж! Ажиотаж! Наплыв большой. Тяжело. Не успеваем еще. Некогда. Надо колеса продавать. Вообще, я чувствую, на полдня, наверное. Вот. То есть, это... Много машин везде. На Мещерке все объехал. Честно, чтобы не попасть в аварию, я буду до вечера стоять. Потому что мы сейчас ехали, это очень опасно. Мы нас буквально ведет по дороге, и все едут точно так же страшно. Другие там тоже вот очередь. Я рядом приезжал, там тоже очередь, да. Я звонил в один сервис, там уже запись до вторника. Насколько я слышал, даже круглосуточные. Забиты. Вчера буквально было 5-6 градусов еще. То есть, если бы вчера были намеки какие-то вечером, да, условно, можно было уже вчера начать. Мы же в России живем. Как жареный петух клюет, так сразу все начинаем делать. Кстати, сегодня было зафиксировано рекордное число аварий. На 16.00 сотрудники ГИБДД насчитали больше 140 ДТП. Это в разы больше, чем в обычный день. Ну а там, где не было аварий, были шлифующие машины. Ну, погода очень быстро поменялась, люди не были готовы. Ну, как всегда, у нас все на последнее откладывает. Очень тяжело, очень. Машина сносит. Даже вот стоя, может в любой момент поехать вниз покатиться. Поэтому очень аварийная обстановка. Не вовремя коммунальщики сработали и не ожидали, что вот так погода резко поменяется. Все думали, что небольшое похолодание, но что такой сильный снегопад. Между тем, дорожные службы тут же активизировались и вышли на уборку города. Машины уже заранее приготовлены были. Стояли, ждали своего часа. Вот эта машина КДМ. У него есть и плуг, есть и щетка. Он может и сыпать дороги, также подметать, убирать, поджимать. Делать, комбинировать вал для уборки ночной. То есть полностью для очистки дорог. Первый день такой, да. Но мы уже готовы к бою. Наша задача, чтобы никто до апреля не упал. Все службы дорожного хозяйства, они переведены на круглосуточный режим. Составлены графики штабов оперативных. И днем и ночью будет работа.